А вот в Бухтар-Минском водохранилище зафиксировали многократное превышение концентрации микроорганизмов в 24 раза. Водоем исследовали специалисты регионального управления ресурсов. По данным экологов, основным источником загрязнения могут быть очистные сооружения, установленные вдоль береговой линии. В мутном деле разбирался Вячеслав Витлугин. Они открывают этот кран и все нечестью только выливаются сюда. Так ситуацию на Бухтар-Минском водохранилище описывают отдыхающие. Люди видели, как стоки с местных очистных сооружений попадают в воду. Николай Медведев привез на Бухтар-Му российских туристов. Однако отдых с пользой для здоровья гостей организовать не удалось. В прошлом году ко мне приехали гости с Калининграда. Детки полезли купаться. Через два дня у них на глазах вылезли конъюнктивит. Собрались, уехали. И, Боже, мы сюда не вернемся. Изрядно проржавевшим трубам очистных сооружений больше 30 лет. Системы очистки водных стоков находятся в частной собственности и принадлежат одному из санаториев. В ненадежности и опасности этих конструкций экологов пытаются убедить местные жители. Чтобы не быть голословными, они наняли адвокатов и пригласили на побережье лаборантов Национального центра экспертизы, Регионального комитета охраны общественного здоровья. Последний анализ мы делали непосредственно с места, где был прорыв в трубе, который мы также засняли на видео. Взяли пробы и имеется протокол данного исследования. Они подтвердили своим протоколом, что имеется превышение в 24 раза кишечной палочки в водоеме. Нормой для водоемов может быть пропорция тысячу микроорганизмов на литр воды. В Бухтармеже, по данным Национального центра экспертизы, концентрация достигает 24 тысяч. От комментариев по качеству воды в Бухтарминском водохранилище представители регионального департамента экологии воздержались. Но в беседе не на камеру экологи рассказали, что делом занимается региональная прокуратура. В прокуратуре эту информацию подтвердили, обещав прокомментировать после того, как будет закончено официальное расследование. Вячеслав Витлугин и Аслан Тулепов. Итоги дня. Восточно-Казахстанская область.